Поворот. Там нету дороги. Не видно. Надо поднять выше туда. Да, с этой дороги. Так, где с дороги сворачивать. Вот это хорошее дело. Так, мы сейчас только раз заходите будем, и мы сразу к вам подойдем. Поговорить надо. Час в школе. Ну, просьба о сменную обувь взять, а то грязно на улице. А там уже к школе все помыли. Я на колесе буду стоять. Так, сегодня в самом занятии, в начале, тематическое занятие будет. Собака-хаски. Я просил, чтобы он, Василиса, привела, показала. Дальше я буду показывать и рассказывать то, что есть это. Сергей добавит, что. То есть, практически и фотографию покажем. Люди не знают, что за имя, что название, почему так. Почему раньше не знали. У нас очень большой опыт по собакам. У нас кинолог профессиональный. Не просто так учат. А брошенная собака, считай, приговоренная к смерти, попала в руки и сделала чемпионом России. На этой неделе, прошедшей, в среду, сюда заезжали баптисты. Я хочу спросить. Так, вам говорили в среду, что приезжали баптисты? Понимаешь, как обманули меня. Я Володе звонила. Я звонила Володе и ее сыну. Володе звонить ей, это большая радость. Он сказал, что передаст ей. Ну, рядом шагнуть только. Володя не говорил, должен был сказать. Дело в том, что, когда мне батюшка позвонил, я начал с Устиновых. Я всех обзвонила. К Любе заскочил всем. Дошел до Нины и спрашиваю. Этим сказали, мне говорят, сказали, сказали. Я дальше уже не поехал. Сказали, не позвонили. Так, вам говорили, что приезжали баптисты? Мне позвонила Лена. Ну, ты знала, что они приехали? Да, но я стоять не могу. А вы знали, Володя вам сказал, что приезжали баптисты в среду? Ничего не знаю. Лена, какие доказательства нужны? Сто процентный проигрыш. Она любит слушать. Были хорошие песнопения. Мне все слышали. Вот у вас как интересно. Рядом живете. Она всегда сообщает ей. 50 метров. Но нету, нету. Результат вот он. Я тоже была занята. Ну, имей в виду, один человек не ходит в храм, а другой ходит и хотел бы, ему нету. А я когда они пели, я все время думал, почему она не пришла? Заболела или что? Она любит. Я сейчас хожу к Володе и спрошу, почему он не... Так, не оправдывайся. Нам не просто нужно думать, а нужно сделать так, чтобы человек добровольно отрекся. Или добровольно принял. Когда мы беседуем с людьми, говорим о Боге, говорим, для вас сегодня знаменательный день. Двери рая могут быть открыты. Ну и страшный день, судный день, на этот день, на это место Бог покажет тебя. Здесь отрисали пыль на тех, которые не приняли. Это когда мы людям говорим, здесь надвое раздваивается путь с человеком, примет или не примет. Великий день, уши твои да будут открыты. Вы просто не знаете свидетельствовать, как? Они спросили, ваши свидетельствуют, куда они приедем, говорят, спрашивают, а вы не из Потеряевки? А мы уже несколько лет вообще не ездим. Они сразу сказали, мы знаем, у вас Евангелие есть, не предлагаем, у них больше ничего и нет. Я зайду сейчас отдельно с вами, побеседуем с Леной, запишем. Я уже всех обошел, почти потеряю. И оттуда к вам лишь с Ангелиной скажете. Я сейчас, ну и тут кто еще был? Я не знаю, Людмила-то где мне? Вот, зайду спросить про этих, приехали которые. Какое мнение, почему? И главное, что они спросили, еще раз, примите нас? Понятно? И приехали они не первый раз, и не второй. То есть они слышали. В самом начале, когда сказали, я подошел, стал записывать. Он сразу, а мы не хотим, я говорю, что? Ты приехал к нам и командуешь. Если вы приехали с хорошим, вы должны стоять на вершине горы, дослышат вас весь мир. А с плохим вы тут не нужны. Ну тогда мы вроде, мы не будем тогда. Я говорю, это ваш выбор. Он сразу повернулся, ладно, тогда так. Все, мгновенно ориентировался. На это ушло меньше полминуты. Вот сказали, что он сказал? Он в храме распоряжается, батюшка, они здесь. Эти распоряжаются дома, в своем доме. Показывают, снимали милицию, когда их остановили. А милиция против. И начали приставать. А этот парень, которому приставали, он тут же подал в суд. И показывает, юрист объясняет, и милиция не права. И теперь придется им заплатить или еще что там будет. У нас не раз было дорогой так. Уголовный розыск встречает. А вы не имеете права снимать. Имеем. Вы закон не знаете. Все. Они отступились. То есть на храпом берут. Дальше идем. Заходите в милицию. Ну а здесь вы не имеете. Говорят, здесь мы не имеем. У вас закон здесь свой. В здании вашем. Потому что это следственный орган. Нас задерживали. У нас право снимать везде, где открыто. Я имею право снимать тюрьму. Они выскакивают. Не имеете права. Почему не имею права? Это улица. Улица открытая. Военный объект. Где внутри объекта. Город закрытый. Вот у нас из закрытого города, Марина. Мы там были. Зеленоград. Зеленогорск. Зеленогорск. Нас, главное, пропустили. А потом остановили. А потом стали выпроваживать. У нас звонка-то ни от кого не было. Нам в библиотеку надо было попасть. У нас, видимо, взяли на ключевых. Вот интересно. Едешь до города. Я не знаю, сколько километров. Но ни два, ни три больше. С одной стороны. Линия идет, кажется. Да-да. С другой ров. Никуда нельзя свернуть. Вот как в траншеи в какой попал. Мы едем, за нами едут. А солнышко уже к закату. Мы теперь думаем, как оторваться от них. Хотя мы ничего не сделали. Нам они не нужны. И когда выехали, тогда жми по газам. А уже темняется. И в одном месте мы быстро смахнули. После поворота смахнули с насыпи. И нас никто больше не нашел. Дальше мы развели костер, как были. Это закрытые, как они ведут. Конечно, у них нельзя снимать. Так везде разрешено. Нигде. Человек может высказать. Я приехал к родной сестре. Приглашенные священники сидят. В это время заходит один из племянников. А другие здесь сидят. А почему вы снимаете? А меня не спросили. А кто ты такой? Я. И называют себя. Тебе не надо снимать. А зайди на кухню. Только зашел. Пришел к матери. Живет отдельно. И сразу начал права качать. И поэтому, я знаю, у этих людей друзей нету. Нету. А я когда сказал другим племянникам, да он все время такой. Поэтому права надо знать свои. Не превышая их. Где сказать? Что первый вопрос всегда решать. Стоит ли говорить? Нам дано право молчать или отвечать правду и ничего, кроме правды. Вот сегодня я сказал, тема будет о собаке-хаске. А что о ней говорить? Ты когда услышишь и скажешь, почему я раньше этого не знал. Я советую всем посмотреть, дома, у кого есть интернет, пир Валтасара, там Шредера. Я вчера немного схватил, Дмитрий Менделеев говорит. Вот это специалист. Какие данные, годы, читает Библию, синодальный перевод. И показывает отдельные моменты. Самый город, как завоеван Вавилон, как пал, почему. Как они надмивались над сосудами божьими. Это поставлено, я не знаю, или пьеса, или что-то. Но мне время, то есть, седай деньги, нельзя. Потом посмотрю. Это фильм настоящий. Никита, а можно было бы с колонками показать здесь на занятиях? Пир Валтасара. Там автор, кажется, Шредер. Посмотри, там видно его. Дмитрий Менделеев ведет. Он вообще ведет прекрасно. По всем местам, где проводит. А в Исоцком сделал такую передачу. И, кажется, нельзя сделать другим. Все, что Марина сказала, когда было, когда запился, как ему черти являлись, что они ему говорили. Это он знает и дневники, и друзей, и любимого в начале директора Таганки. Все нашел подряд. До самой кончины, до последнего. Это он работает. Он не просто списывает. Говорит, и огромное панно, и все показывается. И как говорит. Он говорит так, что входит. Песня песней. Все читали книгу. Он когда расскажет, ты скажешь. Это говорит верующий человек. Верующий православный. Почему? Кто автор? Как это выглядит? С какой целью была написана книга? Почему ее не принимали в канон? Почему теперь приняли? Какое толкование? И все это в развернутом виде на сегодняшний день. Дмитрий Менделеев. У него огромная серия этих выступлений. Вот вам интернет будет занят. Глупостями не будут заняты. Запомни, Дмитрий Медведев. Этот. Менделеев. Он, видимо, назвали Дмитрием. Сейчас Дмитрия Ивановича. Химика. Открытие этой таблицы Менделеева. Ну, кто его смотрел в передаче? Ну, я скажу, что мало найдешь сегодня репортеров, которые так бы глубоко проникали в тему. Он именно переживания дает. Почему? Что говорит? Что рука правая и левая исцелается на кого-то? И святых отцов берет. И при том мирская передача. Его никто не... Я даже не слышал, были на нем нападки когда или нет. Но до глубины доходит. Вот вы сегодня, если что-то имеете по теме сказать, Скажите, у нас была тема как-то собаки. И туда собак все привели. Кроме, кажется, Виталия. А зачем? А чего? Ну и собаки нету. А в деревне тогда собак было больше, чем сегодня. Не шесть. А прям... Ну, у всех были. У Глушкова собака была. У Любы была собака. Сейчас ни у кого это нету. Здесь. Что за животное? Почему его дал Господь? Какая его роль? Как Бог сравнивает с этим, что... Надо глубже смотреть. Не просто собака. А ты на собаку смотри и думай, она от меня зависит полностью. А я? А я от Бога. Берегитесь псов. Как берешься, когда ты не знаешь их? Берегитесь псов. А дальше. Берегитесь злых делателей. Еще запятая. Берегитесь обрезания. Так он же обзывался. Да разве можно судить? А вот теперь тебя Бог будет судить за эти слова. Павел сказал все пищать. Церковь приняла псы. Это не просто псы. А бывают и волки. И бывают лютые волки. Это люди. 20-29 читает Деяния апостолов. И вот сегодня будет тема о собаке. Об одной породе. Она у нас тут есть. Чтобы постаралась привезти. Где она у меня? Ушла, наверное? Люда, постарайся, чтобы пришла с собачкой. Ничего нет. Мы ничего не просим. Кроме того, что есть. Нет, я не победу. Зачем? Мы вымолили в школе. В школе чисто. И собаку везти. Кто мыть будет? Ну ты приведи. Я не буду. Ты приведи. На улицу выйдем посмотрим. Собака, собака. Вот старая брядца тоже. Собаку нельзя. А собака под столом есть. Крошки. Как она ест? Яна, на улице ест. О, Алексея пускай приведет. У нее такая же просто большая. Алексея говорит и такая. Пусть ведет. Вон, Алексея ест. Он говорит и такая. Пусть ведет. Одно и то же. Все, приведет. Такая, не такая? Ну, не такая собака. Порода-то другая. Порода другая, он говорит. Чуть-чуть другая. Ты чего смущаешься, раскачал? Ну, ветеришь так. Не надо недобровольная. Ну, следующее, небось занятие. Если он нас следующее приведет, тогда мы на это приведем. Люда, вам крайне необходимо. Вот давайте договаривайся. Он доказывает, что я не буду опровергать его. Зачем? Он говорит и такая. Ну, они схожие, с одного севера. Люда, на вас, может, что приведите, вы что? Так, давайте спросим специалистов. Свою ведите Алабай. Ну, ведет все надо. Сергей Фалыч, такая или не такая? У нас Алабай же не хабки. А? Шарика перекрасит. Вы что? Вы специалисты, хочет быть в стране. Что спорить-то? Ну, они родственные. Следующее занятие подготовьте по моей собаке. Послушаем с удовольствием. А как раз о вашей собаке будет интересна. Так, а зачем про нашу собаку-то говорить? Да, за тем, что документы будут показаны. Что уже она сделала? Как два месяца мучаюсь. Я покажу это на практике. Вот почему. Потому что вы не знаете эту собаку, что она может делать. Она у меня сидела в заперти. А дочка в это время там балдели на этом. Это же пошло, ты вызываешь меня сказать на волейболе. Они искали собаку. А вы ее... Где она взял? Я ее где взял? Не знаю, где вы взяли. Я пошел туда и взял ее? Ну, убежала. Они искали. Убежала? А вот это как раз и преступление для собаки. Ну, у Сергея убегала собака. Не буду раскрывать. Ну, приди. У меня убегала. У кого не убегала? У Алексея убегала. У вас ничего и уже бросаешься в атаку. Это плохо. Да я знаю, что кошку вашу подрала. Ну, привезите, я полечу. Документально. Покажу. Кошку принесите свою. Вот так. Покажите. Потому что я ничего больше не мог сделать. Я покажу документально. Вы придите, придите собаку. Это интересная тема. Представьте, наглядно показана собака. Что она, откуда прибыла, какую роль играет. Что она может. В мире полюса. В мире полюса, я тебе скажу. Два полюса. Евреи и цыгане. Все 2896 наций между ними. Так вот, сегодня я буду говорить как раз о собаке и подведу к одному полюсу. Она на каком-то полюсе стоит, эта порода. Дальше ее ничего нет. Между ними сколько пород всего собак, знаешь? Нет. Ну, примерно. Много. Много. Ну, знаете, пород выведено, коров, допустим, 185. То есть разные там, галаштинские какие-то, курицы, голуби. Все есть. И собаки есть. Номер. Сколько? И почему? Дальше нету. Вот на первом месте стоит. Восточная европейская овчарка, немецкая. Полюс дальнейший. Хаски. Все. Все остальные между ними. И вы этого не знаете. Есть апостолы, а есть люди. У каждого своя роль. Небольшие. Ну, Бог сотворил. Нет, нет. Ну как? Ты даже не знаешь, о чем сказать. У каждого своя роль в жизни. Речь идет об исследованиях мирового масштаба. Зачем нам, говорит, высокий-низкий? Речь говорится, для чего назначена, выполняет ли она эту роль. И дальше что идет? Я уже сколько открыл. Ты должна ухватиться за это. Да я уж прочитала. Я не думаю, что я меньше прочитала. Да ничего ты не читала еще этого. Ну, конечно. Ты это, что я говорю, не знаешь. Ну, что я не знаю? Ну, что, услышишь? Сомневаюсь. Не узнаешь. Сомневаюсь. Обязательно приведи собачку. Ну, я даже сама не пойду. Ну, так противенький, если... Даже сама не пойду. Настораживает. Вы хотите, чтобы мы убрали? Собака мешает? Или что? Не могу понять. Мешает собака? Лико, приди с собачкой. Зачем тебе рассуждать? В деревню там было. Все до одного пришли с собакой. Даже батюшка привел. В пятницу вечер. Так. В субботу вечер. Так. Ладно, дайте мне. В пятницу вечер. Я говорил уже о дровах, братья. Дров нету. Настя, почему ничего не заготавливаем? Привезли, сырой тополь вывалили. И он так и будет гнить там лежать. Его надо сложить, значит, в это, чтобы он высох. Потому что сырая береза, она еще горит. Сырая береза будет гореть. А тополь сырой не будет гореть. Не знаю, чтобы он там сохнет. Но он дождь идет. Будет шай. Поэтому надо познарезать. Время очень мало осталось. Понедельник. Нет, нет. Здесь она стоит гниет. Понедельник в 9. Приходите, братья. Подумай еще. Не там так все просто. Надо сейчас с ним все завтра. Зачем было выгонять, если не просто? Он начал там ремонтировать. Из сухого гаража, но надо было что-то сделать. Сейчас надо переносить вручную. Не надо. Надо было что-то делать, но он сослался на вас. Постарайся бы разлить. Каким-то образом. Я не обещал срочно, поэтому вы меня не давите. Да что, я тебя первый раз подошел. Так. Идем. Я прям сейчас хотела пускать. А это отельветов.